Главное не подарок, а внимание. В преддверии Международного женского дня редакция «Голоса народа» решила провести опрос среди останчанок и узнать, какие самые необычные презенты они получали в честь 8 марта. Колеса для машины. Шины в молодости было и такое. Да, это супруг мне на 8 марта подарил. Колеса для, резину для машины. Ну, так получилось. Ну, может быть, это было давно. Может, и практичный, может быть, и нужный. Но было смешно, когда он закатил колеса. Подарок нет, но комплимент говорили. Говорили, что олененок Бэмби рядом со мной просто олень. Рисунок Джожа. Что? С чего? Рисунок с Джоджей. А, это какое-то аниме? Это аниме, да. А кто вам подарил? Мои ученики. Ну, мне самое необычное. Дарили, наверное, букет и из косметики. То есть вместо стола там косметика. А вам? Ну, мне дарили кексы с моей фотографией. 8 марта. Мне дарили нунчаки. Одногруппники. А как это получилось? Ну, мы учились на первом курсе, и они решили неожиданный подарок сделать. И подарили нунчаки. Понравилось вам? Да, такой очень необычный подарок. Главное, эмоции. А какой вы самый необычный подарок кому-то дарили? Ой, я ничего такого не дарила, если честно, необычного. Все по классике. Цветы, косметика и так далее. А как вы считаете, какой самый неудачный подарок на 8 марта? Самый неудачный? Ну, наверное, что-то бытовое. Бытовуха, сковородки. Я считаю, это неудачный подарок. Вы знаете, самый необычный подарок на 8 марта – это когда утром ты встаешь, и тебе все говорят, что тебя любят, обожают, ценят. И желательно, чтобы было не 8 марта, а каждый день. Здорово. А так подарки не только на 8 марта бывают, а довольно-таки часто. Это с работы нам дарили, там логотип вот нашей работы, вот это все такое. Путевка в Таиланд. Путевка в Таиланд? Да, от любимого. Классно. А как вы считаете, какой подарок не очень подходящий? Не очень подходящий – это крем для рук. Дарили кружки с моей детской фотографией. Это было прикольно. Для меня, например, вчера мультиварку подарили. Для меня вообще счастье было такое женское, свое. Я больше, ну как-то к кухне больше отношусь, чем к цветам, например. Потому что, не знаю, это нужная вещь самая. Для любой женщины самая нужная вещь – это что-то для кухни, для дома, для семьи. Ну, для девушек-то, да, цветы там, конфетки. Такое для них интересное, я считаю. Ну, наверное, открытку. Неожиданно и необычно. А от кого была эта открытка? От мужа. Ну, это было, наверное, в классе седьмом. У меня был одноклассник, его звали Дима. И он мне на 8 марта банку кукурузы бандюэль подарил. Все, больше ничего. Он мне объяснил, почему так сделал? Нет, но он приколист такой сам по себе, смешной мальчик. Да и все. А как вы вообще считаете, какие подарки не совсем подходят для 8 марта? Да любой подарок подходит, смотря, ну, чтобы это с душой было. Чтобы, ну, то есть, когда смотришь на этот подарок, неважно, сколько он стоит, какой он, где его нашли, взяли. Ну, наверное, важно, от какого-то человека. И, ну, с каким желанием этот человек подарил его. Все. Спасибо. 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 Спасибо.